Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Это третья статья на тему «Дары Духа Святого для верующего» и «Как их найти?» Первая – это дар Бога Отца. Это право выбора для человека, который присутствует у человека с рождения. Вторая статья – это творческие способности от Отца Небесного для каждого человека, которые особенно проявляются в детском возрасте, и в дальнейшем человек сам решает, развивать их или нет, и зависит от его связи с Богом. И, наконец, это третья статья, где мы вкратце поговорим, что нам дает Дух Святой, когда Бог исполняет нас Духом Своим в момент покаяния. Дары Духа. И здесь самое главное – это Дух Святой. То есть дары даются Духом Святым, то есть после того, как Бог исполнил человека в момент покаяния Духом Своим. Они начинают проявляться, когда человек исполняется Святым Духом, то есть даются Духом Божьим. И первое проявление Духа Святого Человека – это его мысли. Друзья, я хочу спросить вас, вы живете и реализовали свой творческий талант в жизни? Если нет, как вы себя чувствуете? Начинайте новую жизнь с Духом Святым в единении с Церковью, Иисусом Христом. Это служение начинать никогда не поздно. Тем более вам будет во всем помогать сам Дух Господень. Он будет как бы вести за руку. И имейте терпение, и наблюдайте за собой. Пусть вам Дух Святой покажет вам ваше. Например, Он может вам показать вас как бы со стороны, и вы увидите свой дар служения. Важно понимать различия между этими дарами. Дары Духа Святого. Как их узнать? Здесь самое главное – это Дух Святой. То есть дары даются Духом Святым. То есть после того, как Бог исполнил человека в момент покаяния Духом Своим. Если у человека проявлялись какие-либо таланты до покаяния, то это Божий дар для каждого человека от Бога Отца. Дары Духа Святого проявляются только после того, как человек осознанно пришел к Богу с искренним покаянием. И Бог исполняет его Духом Божиим для жизни, освящения, праведности и превращения к телу Христову. Например, как апостол Павел в книге Деяния, 9 глава, стихи 17 по 19. «Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты и шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя, отпала с глаз его. И вдруг он прозрел, и встал, крестился, и приняв пищи, укрепился. «И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске». Это книга Деяния, 9 глава, стихи 17 по 19. Давайте посмотрим еще на эти дары с другой стороны. Божий дар, талант, который дан каждому человеку, проявляется в основном инстинктивно и особенно у детей, пока они не обременены заботами. И можно узнать его, наблюдая за ребенком. То есть, они проявляются, когда человек еще не включил в свой разум и не применил дар выбора жизни с Богом. То есть, особенно виден со стороны и проявляется бессознательно ребенком. Просто ребенок еще маленький и ничего не понимает. А дары Духа Святого, наоборот, начинают проявляться, когда человек сознательно пришел к Богу и призвал его в свою жизнь, исполнен Духом Божьим, то есть сознательное служение. Как написал апостол Павел в послании к рельмам, 12 глава, стих 1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это послание к рельмам, 12 глава, 1 стих. Представьте человека, исполненного Духом Святым посреди города или в метро, и он инстинктивно, бессознательно начинает молиться на иных языках. Как это будет выглядеть? Немного неправильно. Служить и применять в своей жизни дары Духа Святого можно только сознательно. Мысли и чувства от Бога Божий дар от Бога для всех, в большинстве. Он начинается теряться, когда человек начинает жить самостоятельной, сознательной жизнью, под воздействием культуры, атеизма, неверия, иногда воспитания, и когда он решает жить без Бога. И даются творческие таланты Богом Отцом Небесным. Дары же Духа Святого, наоборот, они только начинают проявляться, когда человек исполняется Духом Святым, то есть даются Духом Божьим. И первое проявление Духа Святого в человеке – это его мысли. Посмотрим, как об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, стихи с 5 по 8. «Живущие по природе думают о том, чего хочет их человеческая природа, а живущие по Духу – о том, чего желает Дух». Природный образ мысли – это смерть, а духовный образ мысли – это жизнь и мир. Природный образ мысли враждебен Богу, он не подчиняется Божьему закону, да и не может подчиниться. Это послание к римлянам, 8 глава, стихи с 5 по 7. Как только человек исполняется Духом Господним, он начинает вести человека и посылает свои мысли и чувства. Например, молиться – это, наверное, самое первое желание нашего Духа и Духа Святого. Читать Слово Божье, ходить на собрания, участвовать в жизни церкви, помогать в служениях каких-либо. Появляется отвращение к греховным вещам в жизни, например, гороскопы, гадания, разгульный способ жизни и так далее и тому подобное. Это все, друзья мои, Дух Святой. Применение даров Духа для служения в церкви. Если дар Божий для жизни человека может применять, и он в основном дается для этого, для применения в жизни, бизнеса и так далее, то есть вне церкви. Это дар Божий, который дается Богом Отцом, каждому человеку на земле. Дары Духа Святого и служения в дарах даны в первую очередь для превращения к телу Христовому, для укрепления церкви для братьев и сестер. Например, дар сновидений действует только с верующими и исполненных Духом Божьим. Если человек рожден в семье верующего, то после вводного крещения. Человек с этим даром истолковывать то, что говорит Дух Святой, может. Что говорит Дух Святой другому верующему через сны, а истолковывать неверующему не может. Там нет Духа Святого. Можно сказать коротко, от Духа к Духу. Зачем вам нужны дары Духа? Друзья, я хочу спросить вас, вы живете и реализовали свой талант в жизни? Если нет, как вы себя чувствуете? Так начните новую жизнь с Духом Святым, в единении с Церковью, с Иисусом Христом. Это служение начинать никогда не поздно, тем более вам будет во всем помогать сам Дух Господень, как бы вести за руку. Вы нужны Церкви, сестрам, братьям, Иисусу Христу, как сказал апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава, стих 15-16. «Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Послание к Ефесянам, 4 глава, стихи 15-16. Здесь Павел говорит слово «любовь». Когда мы служим Церкви, братьям и сестрам, своим даром, наши братья и сестры чувствуют любовь, проявляемую им. А представьте, если все будут служить своими дарами. Как сказал Иисус Христос в Евангелии от Иоанна 13, глава, стих 35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Пусть любовь в Церкви начнется с вас. Как найти свой дар? На это есть только один ответ – это молитва. Но не общая молитва, а именно просите Духа Святого, чтобы Он показал вам именно ваш дар и на данное время. Дар у нас развивается и растет. Его нужно взращивать, учиться. И смотрите, в самом начале лучшие эти дары видны со стороны. Например, когда дети кому-либо липнут. Это дар пророчества или детского служителя? Когда человек очень легко заводит разговор со всеми – общителен, любимец. Как вы думаете, это пророк? Конечно, нет. Это евангелист или проповедник. Только нужно, конечно, подучиться и огранить этот дар Духа Святого. Если человек всегда готов куда-либо поехать, участвует во всех выездах общины, и с ним всегда кто-то рядом всегда ездит. Это детский служитель или апостол? Или человек вдруг начинает учиться в разных христианских школах, и это ему нравится? Это детский служитель или у него дар учителя? Да, друзья, это и просто, и сложно. Но все возможно верующему с Духом Святым. Имейте терпение и наблюдайте за собой. Пусть вам Дух Святой покажет вам ваше. Например, Он поможет вам показать вас как бы со стороны, и вы увидите свой дар служения. И в то же самое время вам нужно находиться в церкви, обязательно быть в каком-либо служении, общении. Дары Духа Святого проявляются для укрепления и созидания церкви. И эти дары даны только для сознательного служения церкви, телу Христову. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.